Количество продовольственных товаров белорусского производства в магазинах свыше 77%. В республике активно идёт процесс импортозамещения. Беларусь в состоянии обеспечить себя молочной, мясной, хлебной и плодо-овощной продукцией почти полностью. До 15 ноября жители республики должны заплатить налог. В списке земельный, транспортный и на недвижимость. Если вовремя не совершить уплату, плательщику будет начисляться пеня. Также перечень наказаний предполагает штраф, запрет на пользование банковской картой, интернетом и автомобилем. В Беларуси отмечается День качества. Республика делает всё для его поддержания на государственном уровне. Сегодня в Синеокой работают 46 технических комитетов по стандартизации. Они охватывают основные отрасли промышленности и сферу услуг. Не исключено, что 2024-й будет объявлен Годом качества. 10 ноября в городе пройдёт антиалкогольная акция «День трезвости». Инициатива направлена на пропаганду трезвого образа жизни, профилактику пьянства и борьбу с ним. Продажа горячительных напитков будет ограничена в течение всего дня. Спасатели Бобруска провели и тактико-специальные учения на ТЭЦ-2. Их работа направлена на проверку действий персонала во время чрезвычайных ситуаций, ликвидацию возгорания и спасение условных пострадавших. Напомню, совсем недавно подобная инициатива проходила на территории филиала банка.